Здравствуйте, друзья! Меня зовут Катерина, и я рада вас приветствовать в Школе Видеоблогера. Сегодня вы узнаете, как защитить почту от взлома. Представьте, что вы потеряли доступ к своей почте Gmail, а значит и к учетной записи, и к своему YouTube-каналу. Когда кто-то крадет ваш пароль, он может заблокировать вас из вашей учетной записи. Удалить все ваши письма, контакты и даже ваш YouTube-канал со всеми видео. Самый простой способ защитить свою почту от взлома – это придумать надежный пароль. Он должен быть не менее чем из 8 символов и содержать цифры, специальные символы, а также строчные и прописные буквы. Также не стоит использовать для почты пароль, который вы уже используете для другого аккаунта, например, для входа в социальные сети. Не стоит использовать в качестве пароля личную информацию или сведения, о которых легко догадаться, например, кличку домашнего питомца или дату рождения. Постарайтесь не записывать пароли. Если это все же пришлось сделать, позаботьтесь об их безопасности. На случай, если вы забудете пароль, добавьте резервный адрес электронной почты при регистрации почты Gmail. Но если вы правда хотите обезопасить свою почту от взлома, то следует настроить двухэтапную аутентификацию. В таком случае для входа в аккаунт будет недостаточно ввести пароль, надо будет также указать специальный код, полученный по телефону, в SMS или в приложении, либо токен, который можно вставить в USB-порт компьютера. Таким образом, даже если кто-то украдет или угадает ваш пароль, то не сможет войти в аккаунт. А сейчас давайте настроим двухэтапную аутентификацию для почты Gmail вместе со мной. Итак, вы уже зарегистрировали свою Google почту. Я надеюсь, вы сделали хороший безопасный пароль, который сложно отгадать. Но как еще можно наполнительно обезопасить свой аккаунт от взлома? Нажимаем на значок своей почты и переходим в аккаунт Google. Здесь у нас есть три меню. Это безопасность входа, кондиционность и настройки аккаунта. Сейчас нас интересует безопасность и вход. Вот, переходим, опускаемся ниже. Здесь есть информация о пароле, а ниже под паролем есть двухэтапная аутентификация. И сейчас она отключена. Давайте ее включим, чтобы дополнительно защитить свой аккаунт. Нажимаем на стрелочку, нажимаем начать. Здесь нам предлагают ввести наш пароль. После этого еще раз проверяют, что телефон, который вы ввели при регистрации, действительно актуальный на данный момент. Действительно тот телефон, которым вы будете пользоваться для того, чтобы входить в свою почту. И вы можете выбрать, как вы будете получать коды. То есть будет приходить смс-ка или же будет телефонный звонок, где вам будет проговаривать код. Конечно же смс удобнее, потому что визуально проще, чем на слух воспринимать информацию. Но, возможно, для вас это не так, тогда выбирайте телефонный звонок. Я же выбираю смс-ки. Нажимаем далее. Сейчас на номер телефона отправился код. Получаете смс-ку и вводите его. Затем нажимаем далее. Нам говорят, что все прошло успешно. И спрашивают, включать или не включать. Конечно же нажимаем включить. Теперь у нас для того, чтобы войти в почту, нужно будет ввести код, который будет приходить по смс-ке. Вы можете отключить эту аутентификацию в любой момент, если вам она надоест, если вы уверены, что вы и так в безопасности. Я же предлагаю вам еще дополнительно, на случай того, если вдруг что-то случится с вашим телефоном, у вас не будет к нему доступа, создать резервные коды. Нажимаем создать. И вы получаете список кодов. Нажимаете распечатать, если у вас есть какой принтер, и вы хотите это сделать сейчас. Если у вас нет возможности распечатать, то просто нажимаете загрузить, и файл текстовый с кодами будет сохранен на ваш компьютер. Теперь можно закрыть данное окно. Давайте сейчас попробуем, как это работает именно при входе на почту, то есть как это выглядит. Для этого мы выйдем из нашей почты. Теперь снова в нее войдем. Вводим наш пароль. И нам уже на телефон ушло смс-сообщение с кодом. Вводите код. Если вы заходите не со своего компьютера, то обязательно галочку с пункта «Сохранять данный вход», данный пароль на компьютере обязательно убираем, чтобы этот вход был разовый. После этого нажимаете «Next». Давайте теперь попробуем, как происходит вход без телефона, а с помощью сохраненных нами ранее кодов. Опять выйдем из аккаунта. Вводим пароль. И там, где нам пишется, что отправлено смс-ка, выбираем «Больше опций». И здесь у нас есть вариант или все-таки дождаться кода, или ввести один из восьми кодов, которые вы сохранили. Нажимаем. Открываем наш текстовый документ. Берем первый код и вставляем его в область. Опять же, убираем галочку, чтобы сохранить информацию на этом компьютере. Это нам не нужно. И нажимаем «Next». Теперь ваша почта защищена намного больше. Теперь вы можете не волноваться, что кто-то получит к ней доступ без вашего ведома. А значит, вы можете спокойно создавать на эту почту свой YouTube-канал. Можете использовать Google Диск, который вам предоставляется для хранения каких-то своих личных данных. Надеюсь, я достаточно подробно рассказала, как настроить безопасность вашего аккаунта. Но если остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Сегодня вы узнали, как защитить почту от взлома. Пишите в комментариях, используете ли вы двухэтапную аутентификацию или считаете это лишней перестраховкой. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, и делитесь им с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok